Урбан. Программа о городских проектах. Руководитель по технической разработке проекта «Бонусная программа системы «Глобус». Интересный, насыщенный. Добрый день. Получился первый час. Мы уже наметили, к чему будем стремиться дальше. Очень много направлений успели затронуть. Это и безопасность, это и удобство, это и перспективы. И вообще огромный мир, оказывается, за мобильными приложениями, которые все сосредоточены у каждого из нас в маленькой такой черной, у всех черной штучке. Ну, я предлагаю все-таки не уходить далеко от жизни, не отрываться, что называется, от жизни и продолжить разговаривать на темы, которые интересуют как можно большее число наших слушателей, жителей нашего города. Да, вот мы про «Домклик» говорили. Я хотела про свой опыт рассказать, когда я впервые установила это приложение. Я, ну, честно, я была удивлена. Я не искала никаких квартир. Мне было просто интересно его потестировать, чтобы потом можно было со Сбером общаться нормально. Да, какие-то взаимоотношения со Сбербанком. Ольга, потестируйте, пожалуйста, выскажите свое мнение. Вот. И когда я увидела, что там можно просто соседние с моим дома тыкать, если там выставлены квартиру на продажу, там можно посмотреть фотографии. Я зашла, посмотрела фотографии квартир моих соседей по дому, которые собираются, оказывается, съезжать. Хорошую плитку положили в дом. Да, я никогда не была у них в гостях, а теперь вот смогла посмотреть. Теперь представляю там, сколько примерно стоит моя квартира. Подруга моя уже рассказывала Артему год назад. Купила во время пандемии, когда невозможно было никуда пойти, невозможно было взять ипотеку, но был дом клик. Не выходя из дома, купила из своего подмосковного Одинцова квартиру под Новороссийском. Дистанционно просто. Кардинально сменила место жительства, да. Ну, действительно, сервис и в том числе этим интересен, что вы можете как-то полистать, помечтать, и в конечном итоге тут же, опять же, не выходя из дома. Сэкономить кучу времени раз. Кучу времени раз. И узнать вообще, что бывает. Потому что, когда ты представляешь, прям вот видишь глазами квартиру с плиткой, там, с унитазом, с ванной, со стенами, готовую, это гораздо больше, там, вот эти фантазии тебя вдвигают в каком-то направлении уже, да. Ну, в этом плане, кстати, хочется отметить, что мы, например, с компанией «Железно», на мой взгляд, реализовывали уникальный опыт, когда мы в том числе давали клиентам возможность совершить виртуальный тур по квартире будущего. Это очень интересный опыт. На мой взгляд, в перспективе он тоже может найти свое применение и в наших мобильных приложениях все, что связано вообще, в принципе, с виртуальной реальностью или с дополненной реальностью. Об этом много говорят, но каких-то вот таких живых прикладных точек пока в широком использовании нет. Но я уверен, что в этом в том числе может и дальнейшее будущее видеться. А давайте сейчас в том числе поговорим про обратную связь, да, о чем мы уже, собственно, поднимали речь. Может быть, какие-то советы и рекомендации еще пользователям прозвучат, как, собственно, использовать мобильное приложение для того, чтобы взаимодействие с вами было более качественным, более надежным, более эффективным. Есть какие-то пожелания? Может, неправильно использовать мобильное приложение многие каким-то образом. Да, может. Иван Власов, IT-директор группы компании «Железно». Самое главное при разработке вообще любого продукта – это качественная обратная связь. Чем ее больше, на самом деле, тем лучше. Для людей же все работают, да? Да, потому что мы в первую очередь стараемся сделать приложение для клиента, сделать его удобным, чтобы им было интересно. Мы проводили, ну, стараемся проводить внутренние опросы по своим функциям. И там большинство жителей отмечают, что им бы, ну, то есть при выборе квартиры, к примеру, как продукта, они хотели бы выбрать квартиру именно с умными решениями. Они отмечают, что для них важна безопасность. Это про проникновение в квартиру в первую очередь. Они хотят на этом экономить время, то есть при звонках в домофон, при общении с управляющей компанией, что и позволяет делать все мобильные приложения. То есть по факту мы экономим свое время. Если мы, там, вернемся в 90-е годы, вспомните хотя бы пробки в магазинах, там, одна касса, пробки в банк, пробки в управляющую компанию. Это все отнимало... Мы это очереди называли. Да. Все отнимало у людей время. Зато сейчас, стоя в очереди, можно порешать с помощью того же мобильного приложения какие-то свои дела, то есть два в одно. Да, заплатить, там, не знаю, за садик, да, ребенка. Более того, можно и передать, в том числе, обратную связь разработчику приложения. То есть оставить отзыв, это первое. А второе, в случае, там, оценок за заявку в управляющую компанию, в нашем случае, поставить оценку. Соответственно, KPI в нашей управляющей компании разработан таким образом, чтобы оказывать качественные услуги. Если случится так, что услуга вам не понравилась, с этой проблемой обязательно разберутся, и будут стараться транслировать ее решения на все случаи. То есть это очень важно, чтобы люди давали обратную связь, и хорошую, и там, не очень, в том числе. Артем Пищик давал обратную связь, когда получал ответ на свои запросы? Да, я обязательно, ну, во-первых, есть возможность поставить там оценку до пяти звезд, и я обязательно это делал, ну, потому что я считаю это важным. Особенно, как я сказал, когда у тебя опыт, там, позитивный, или вдруг, если он негативный, есть книга, да, жалобы как подарок. Поэтому одна звезда, это, ну, тоже благодарность в определенном смысле, и некая рекомендация, как можно двигаться дальше. А слушайте, а поясните мне, как IT-специалисты, в том числе, откуда вообще эта фишка взялась, вот ставить звезды, ставить оценку в мобильных приложениях? Поясните, как человеку, не очень понимающему. Сейчас везде, да, ведь, просят оценку поставить. Да, это рейтинг. На основе этого формируется рейтинг приложения, в том числе. Чем более позитивны отзывы вообще в целом, тем выше рейтинг. То же самое, если вы возьмете среду сайтостроения, чем больше ваш сайт соответствует ожиданиям пользователей, чем он менее отказный, чем более, как бы, на сайте выше количество целевых запросов, тем сайт в рейтинге выше всегда. То есть, либо наоборот. Вот, поэтому, как бы, это некая такая оценка, и эта оценка еще формируется для того, чтобы с пользователями выставить как раз-таки вот это взаимоотношение по обратной связи. То есть, любой разработчик, там, он же видит, как бы, на основе чего рейтинг формируется. Ну, с чем сталкиваемся? Простите, простите, все-таки перебью. Но мы же прекрасно понимаем, что человек бывает в разном настроении. Вот. Ему хочется поступить наоборот, ему хочется поставить пятерку, а дай-ка я единицу вылеплю. Как объективно-то вообще, да, с этим справиться? Объективно, во-первых, правильно коллега... Иван Власов, да, сейчас потом Михаилу еще вернемся, да. Показатель называется KSI. То есть, это оценка удовлетворенности нашего потребителя. Вот. Объективно быть нужно следующим образом. Все плохие оценки должны обзвониться, спросить, почему это произошло. То есть, дополнительная работа должна быть проведена. Если ты не хочешь, чтобы тебе кто-то позвонил, плохую оценку не ставь. С плохими оценками точно так же надо работать. Надо разобраться, почему она была, и уже дальше переключить ее в класс объективности или нет. Ну, также в теории больших цифр сказано, что в итоге оценка все равно будет формировать общее мнение. То есть, как и в маркетинговом анализе. Когда опрашивают 100 человек, из них 90% дают одно мнение, 10% другое мнение. Но большинство все равно говорит о том, как должно быть, что должно быть, что движет общество, как оно меняется. То есть, в среднем по палате вроде как более-менее понятно. Конечно, влияние еще референтной группы такое идет определенное. Мы с чем сталкиваемся на самом деле, как бы по нашему приложению? Естественно, что у нас уровень охвата пользователей достаточно большой. Существует масса мобильных телефонов, которые на сегодняшний момент на рынке присутствуют. И в некотором случае пользователь просто пишет информацию. Не работает, и он не расшифровывает, что именно не работает. Приведу пример. Все мы знаем про санкционные войны, которые сегодня актуальны. То есть, США, допустим, воюют с Китаем. И в один прекрасный момент мы же понимаем, что Google Play – это чисто американская разработка. Они берут и исключают компанию Honor, Huawei из интернет-магазинов пользователей. Естественно, что пользователь, когда покупает новый телефон данной марки, причем телефон достаточно хороший, качественный, у него просто установщика даже этого нет. И он начинает заходить, ставить, формировать рейтинги, пытаться скачивать какой-то дополнительный установщик. У него качественное приложение не скачивается. Это все дополнительные манипуляции. Да, и начинается вот эта ситуация с отзывами. И в данной ситуации часто мы даже не понимаем, насколько отзыв объективен. Вот, пользуясь случаем, обращаюсь опять же к нашим покупателям, ну и вообще к пользователям мобильного приложения. Давайте качественную обратную связь, как можно более качественную. Чем больше информации дали обратной связи, чем проще с точки зрения технической части разобраться и помочь пользователю. То есть любой разработчик, любой представитель компании, он только хочет помочь, чтобы пользовались его мобильным приложением. Никто не хочет сегодня, чтобы приложение им не пользовался, никто скачал, после этого удалил. Просто нужно давать более, еще раз повторю, качественную обратную связь. Где-то скриншотик приложить, где-то расписать марку телефона, что случилось конкретно. Это все помогает целенаправленно, как бы, получить качественную обратную связь и быстрее решить возникший какой-то конфликт, который, как бы, имеет место быть. Если он имеет место быть. Артем. Да, ну, я добавил. Про обратную связь. Про обратную связь. Ну, смотрите, мне кажется, любая компания, так или иначе, особенно все, что связано с мобильными приложениями, борется за то, чтобы человек, пользователь проводил в этом приложении как можно больше времени. Как можно больше операций совершал, да? Ну, тут даже не только операции. То есть, ну, я вот сейчас сидел там, думал, когда я последний Сбербанк онлайн там раз заходил, да, это было утро. То есть, ну, вот вы упомянули... А что вы там делали? Ну, вот вы упомянули сегодня там про садик, да, например. Я за садик оплачиваю через Сбербанк онлайн. Удобная тема, что там пока у меня ребенок переодевается, да, я там зашел в Сбербанк онлайн по QR-коду, щелкнул и сразу провел платеж. И как бы, ну, сэкономил кучу времени на себе, да, то есть мог потратить на что-то другое. Пока еду в дороге там, да, ну, во-первых, как это ни странно, я могу почитать какую-то полезную информацию, которая тоже есть в приложении, и подчеркнуть что-то новое для себя, да, в специальных вкладках. Опять же, проследить, как и что у меня поменялось с моими там инвестиционными историями, да, и если таковые есть, это тоже можно все отслеживать. Ну, и, опять же, там, упростить какие-то вещи, связанные с текущими банковскими операциями, так или иначе, там, купить, продать валюту, сделать нужные переводы и все проще. То есть, ну, в конечном итоге, я говорю, каждый заинтересован, как бы мы ни хотели экономить свое время, проведенное в мобильном девайсе, но мы его можем как минимум оптимизировать и многие функции собрать в одном месте. Вот, опять же, мой клиентский опыт, да, там, про приложение Мажор Дом, то есть, я не пользуюсь только, там, какими-то заявками, да, вот уже упомянули, там, чаты какие-то, да, я оттуда, я могу с соседями пообщаться. И прикольная история... Свет, убери машину. Да, а то. Нет, для меня прикольная еще тема, там, некая барахолочка, да, там, что, раз, 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 слушайте, отдам, там, отдам хорошее. Это такое создание сообщества буквально, да? Да, конечно, конечно. И, опять же, ну, то есть, у меня в определенный момент, я пользуюсь приложением, и я понимаю, что, ну, здесь что-то интересно, я могу сюда заходить почаще, да, и потратить время не зря, на самом деле, это тоже важно. Иван, что-то, да, уточнить, добавить хотели? Да, коммуникации уходят, все-таки, войти, когда приходите в кафе, понаблюдайте за более молодым поколением, они же общаются через телефон, и даже сидя за одним столом, им это необходимо, поэтому... У меня знаменитая картинка, как мы вспомнили, да, свадьба прошла весело, все в телефоне активно. Вот, поэтому это становится актуально, и, как бы, количество обратной связи, которые мы можем собрать именно через телефон, оно значительно больше. У Сбербанка есть, на самом деле, классный пример. Сбердоставка, когда они ее начинали разворачивать в Москве, к ним поступило достаточно много... Очень странно, что представитель группы команды «Железно» рассказывает про продукты Сбербанка. Ну, мы же стараемся делать лучшее, как и все, поэтому надо... Ну, безусловно, это еще и большой конкурентный... Просто у нас представители самых популярных и востребованных приложений сегодня. Да, надо знать истории каждой компании, чтобы стать лучше. Была обратная связь по доставке, что потребитель получает некачественный продукт. Так они ведь не только изменили мобильное приложение и сделали его лучше, они сделали возможность вернуть продукты. Они поставили дополнительную точку контроля, то есть они теперь отбирают продукт, чтобы он был качественный, фотографируют его. Они изменили полностью бизнес-процесс. И вот это все благодаря обратной связи. Если бы обратной связи не было, то есть ребята бы точно так же доставляли, как в первый раз продукт, они бы просто об этом не узнали. Аналогичным способом и поступаем мы, когда делаем какое-то новое решение, собираем обратную связь, насколько оно качественно было сделано. Либо собираем обратную связь по заявкам в управляющей компании. По категориям мы понимаем, что в одном доме, к примеру, хуже прибираются, а в другом доме, наоборот, это делают лучше. Можно сравнить эти два бизнес-процесса, а не только мобильное приложение, и вывести на достаточный уровень каждое домохозяйство. Вот смотрите, как сотрудник именно этой радиостанции, ну не могу я не сказать, что это ведь то же самое, что если мы ходим или не ходим на выборы. Не пришли, не рассказали, люди вокруг не узнали, государство не узнало, что нас что-то не устраивает. Мы промолчали. Поэтому нужно ходить на выборы и нужно давать обратную связь компаниям, с которыми мы взаимодействуем. То есть однажды мы будем голосовать через мобильное приложение? Ой, этого я не хотела сказать, но это не исключено. Ну подальше организовать в этом направлении последнюю пандемию голосование онлайн. Ну подождите, у нас перепись на нас, чтобы мы там переписываться сможем через интернет, через мобильное приложение. Артем Пищев. Да, я в продолжении просто про обратную связь. Тут ведь видите еще какая важная история, что помимо того, чтобы получать обратную связь, ну важно ее и в том числе на нее реагировать. И вопрос, как быстро вы на это реагируете. И вот важно отметить, что за последние, вот ребята меня более качественно поправят, наверное лет 10 уже существенно изменились подходы к тому, как вносятся изменения во все IT-продукты. И если там раньше более использовалась вот эта практика технологии waterfall, да, когда там долго очень продукт отрабатывался, там раскатывался и так далее. То сейчас очень популярная тема связана с agile, и мы у себя. Agile это практика, когда вы по сути очень оперативно в бригаде, скажем так, работников всех сфер, не только IT. В общем, оперативно отрабатываете продукты, выкатываете новое обновление очень быстро. Ну вот только Сбербанк онлайн за прошлый год получил там более 20 обновлений. То есть получили обратную связь. Включая главное, вот этот вот ребрендинг, да, можно его назвать? Ну. Сбер онлайн я имею в виду. Ну вот смотрите, на самом деле нет, не соглашусь. Сбер онлайн он как бы. Просто я читал множество отзывов, и там много негативных было. Мы по сути объединили, видите, достаточно большое количество продуктов, ну под неким единым брендом. Это сложно назвать именно ребрендингом. И собственно Сбер онлайн, он не подвергся глобальным ребрендингам. Да, согласен. Но тем не менее он постоянно обрастает каким-то новым функционалом, и ну вот чем я сейчас горжусь, и мы как бы возлагаем очень большие надежды, это все, что связано с голосовыми помощниками, с ассистентами. Вот сегодня Алиса звучала. И как раз, на мой взгляд, вот дальнейшая перспектива, это уже не собственные мобильные девайсы, да, в руках, а все, что вас окружает, и управление там голосом, я не знаю, жестами, там и так далее. Да, не придется брать в руки гаджет, а просто. То есть и последняя наша история, когда вы можете сделать перевод, нажали кнопку «Переведи деньги» тому-то, произнесли сумму, кому выбирается, на экранчике телефона тыкаешь подтверждение и все. То есть не надо уже вот этих сложных телодвижений там, хотя тоже сейчас упростилось все, там несколько кликов, да, там, если раньше надо было много-много действий совершить, чтобы сделать перевод, в том числе и ногами, вот, то сейчас этого делать. А я бы еще хотел спросить для каждого из вас, а как вообще устроена система вот реакций на отзывы, на предложения пользователей? Это что, это группа людей сидит, которые постоянно следят, как сигнал поступает? Раз в месяц собрали жалобы и пришли к айтишникам. То есть за счет чего оперативность это обеспечивается, Иван Власов? Все верно вы говорите. Оперативность обеспечивается за счет пула идей, пула багов, который с точки зрения agile технологий называется backlog. То есть это… То есть это не живые люди сидят. Нет, это не живые люди, это список задач или список проблем, которых надо пересмотреть и сделать. Они внутренней группой разработки оцениваются в качестве приоритета. И в каждый новый спринт, то есть каждый новый выпуск мобильного приложения, как минимум раз в неделю, как максимум раз в три недели, добавляются те или иные задачи, которые необходимо решить. То есть если раньше мы говорили о том, что нужно написать ТЗ на 150 страничках, потом отдать его техническому директору, он перечитает, внесет исправление и примерно через полгода-полтора года мы найдем программистов и начнем писать данное мобильное приложение, которое скорее всего уже устарело, не имеет абсолютно никакой актуальности, но оно будет идеально работать на той системе, которая тоже уже устарела и, наверное, телефонов таких уже не производится. Сейчас все по-другому, то есть в первую очередь сразу начинают работать программисты буквально с первого дня создания приложения. То есть появилась та идея, которую можно реализовать в ближайшие две недели, этот процесс надо запустить. Все, что происходит рядом и вокруг, оно обязательно собирается и вносится изменение уже по ходу продукта. Ведь мир готовых приложений и готовых IT-решений, он закончился. Если раньше в институтах говорили и учили, что, ребята, приложение либо программа без обновления может существовать до 7 лет, то сейчас программа без обновления, я думаю, не существует. Меньше года, наверное. Ну, не больше года. Меньше года, да. Меньше месяца. Меньше месяца. А если про телефон, это меньше месяца, да. Тебя обгонят. Конечно. Тот же Apple и Google, если как основные платформы наших потребителей взять, они выпускают обновления своей системы безопасности ежемесячно. Если вы не модернизируете свое мобильное приложение под эти обновления, оно просто перестанет запускаться. На Apple 100%. Поэтому здесь либо ты быстро изменяешься, либо ты неконкурентно способен и не существуешь. А я про человеческое еще хочу поговорить со стороны обратной связи. Вот вы, наверное, многое узнали о своих клиентах, потребителях, благодаря тому, что есть мобильные приложения. Вы узнали, чем они пользуются, вы узнали, на каком языке они разговаривают, на что жалуются. Что самое, возможно, необычное, да, вы узнали о своем потребителе, чего не знали, не имея мобильного приложения. Или, может быть, у вас составился более четкий портрет о том, кто это. То есть мы разворачиваем, да. Мы до этого говорили, чем приложение полезно в первую очередь для потребителя, покупателя. А сейчас наоборот, да. А что для вас дало и дает мобильное приложение? Пожалуйста, Михаил. Ну вот смотрите, у нас какое случая... Система Globus, да, простите. Да, какой интересный случай был. Мы когда мобильное приложение вообще на самом деле запускали в массы, нам систематически стали поступать жалобы. Вот у вас не работает перевод бонусов. Мы начали разбираться, что значит не работает перевод бонусов. Тестируем, все работает. Я говорю, ну не работает. Начали более углубленно вызванивать людей, выточнять. Выяснилось следующее, что люди накапливают бонусы и пытаются их перевести на собственный номер телефона. А у нас был перевод по номеру телефона. То есть они воспринимают это как деньги живые, да? Да, они воспринимают это как деньги. И говорят, почему-то у вас вот не работает у вас, а перевод можно было осуществить по номеру карты или по номеру телефона. И они пытаются. Второй вопрос, они говорят, блин, вот как бы плохо, что у вас бонусы нельзя перевести на номер банковской карты. Вот они говорят, не указывают номер банковской карты активно. Ну, говорит, не работает, не переводит. Говорят, ругаются. Это как-то неправильно, нужно как-то доработать. Мы начинаем объяснять, что это бонусы ни в коем образом не деньги, просто приравнены к номиналу, чтобы было проще считать. Ну, такие вот обращения у нас были. Больше нет таких сейчас обращений? Есть такое понятие, как пользовательский опыт. Человек же пользуется приложением. Когда начинает пользоваться, он разбирается, что к чему. Это как покупка, допустим, новой машины или квартиры. То есть мы постепенно-постепенно пользуемся услугами и начинаем в них более там разбираться качественно. Ну, и такая же черта, там, как стремление экономить, выгодить где-то что-то. Ну, это, не знаю, в крови у всех, наверное. Ну, как говорят, эти же все вещи должны быть интуитивные, да, без особого какого-то образования, обучения. Ну, вот человек почувствовал, что он может перевести куда-то. Ну, у тебя если есть бонусы, почему бы их не забрать себе рублями? Да, да, да. Еще пользуюсь случаем, хотел добавить еще по отзывам, значит, зачастую, значит, стараются писать отзывы, когда что-то не работает. Когда человека что-то устраивает, он обычно не пишет отзывы. Вот хотелось бы, значит, обращаться в данной ситуации к покупателям, чтобы писали отзывы в любом случае. Возможно, будут какие-то идеи возникать. То есть не скупитесь и на похвалу тоже, не скупитесь на хорошие слова. И, возможно, будут какие-то дополнительные идеи, отзывы, предложения, которые впоследствии можно будет интегрировать. И если мы видим, что там это не один отзыв сегодня, а их поступать систематически и много, естественно, что мы в этом направлении начинаем работать, потому что оно перспективное. Глупый человек, если он не будет прислушиваться к мнению других людей, то есть это доказано из практики. Поэтому пишите отзывы в любом случае и делайте их качественно с точки зрения подачи, чтобы мы фиксировали их и тем самым мы формируем статистику определенную. У нас с точки зрения отзывов есть два пола, как мы работаем, поскольку у нас потребители онлайн и офлайн есть. Это карта пластиковая и именно мобильное приложение. А кого, кстати, больше я хотел уточнить? Больше пока пластика. Пластика. Пластика больше. Физически больше пока, да. Но догоняет мобильное приложение, уровень использования мобильного приложения сейчас где-то процентов 40 у нас. То есть пластик как бы пока опережает. Это связано, видимо, с традиционным менталитетом, что нужно еще поддержать карточку в некотором случае. Некоторые считают пластик более надежным. Ну, можно их понять, в принципе, да. Поэтому с точки зрения отзывов, обратной связи мы работаем следующим образом. У нас есть центр обслуживания клиентов, который принимает на регулярной основе обращения устно, то есть когда человек может подойти, как бы со своей проблемой обратиться. И у нас есть обратная связь. Вся обратная связь тоже у нас аккумулируется на сервере, который анализируется по течение определенного периода времени. Если мы видим, что возникают какие-то пожелания, и они носят массовый характер, мы, конечно, их внедряем. Вот с этой точки зрения. Иван, да? Иван, IT-директор группы компании «Железно» тоже есть что сказать. Что для вас, собственно, что для группы компании «Железно» приложение? Ну, в любом случае, это более точное формирование портрета клиента. Это важно понимать, кто твой клиент, и на основе этой информации делать более позиционирующий продукт. И с помощью, во-первых, таких технологий мы ведь так же качественно отличаемся и от наших коллег на рынке. Все здесь собравшиеся качественно отличаются от коллег на рынке. В любом случае, вспомните, как, к примеру, развивался автопром в 90-х годах. Машина ведь не поменяла свой функционал. Она точно так же ездит вперед-назад, может поворачивать налево-направо. Да, главный функционал – доехать из пункта А в пункт Б. Ничего не изменилось. Изменилось только качество и комфорт, с которым вы достигаете расстояние из пункта А в пункт Б. То же самое мы хотим предложить нашим клиентам, чтобы было качественней получать данный продукт, данную услугу. Все технологии машиностроения, к примеру, в определенный момент доросли до определенного уровня. Все начали делать бензиновые двигатели, все начали делать качественные дизельные двигатели. Никаких улучшений на рынке не становилось. Что начали делать производители автомобилей? Начали запускать собственные IT-решения в продукт. То есть добавлять складывание зеркал, движение по полосе, датчики парктроника. Те же мобильные приложения сейчас там тоже внедряются, когда ты можешь посмотреть пробег, запустить двигатель с помощью смартфона. Как к этому привлекал клиент? Точно так же очень просто. Когда у вашего друга первый раз появился автомобиль с коробкой автомат, первое мнение, которое сказали в этой компании, скорее всего, как ты будешь ездить в Кирове, у нас же много снега, нельзя побуксовать, ты здесь же сразу застрянешь. Аналогично с датчиками парктроника, я им не доверяю, их залипает снегом, ты, скорее всего, при паркинге врежешься. Должно случиться доверие. То есть когда технологию попробуют несколько человек, доверие возникает. Все понимают, что этим пользуются все. И тогда с пластиковых карточек перейдут все-таки большинство на мобильное решение. Это, безусловно, произойдет. Вот, а по поводу пластиковых карточек и мобильных приложений. Вот мои родители пользуются Сбербанк Онлайном на компьютере, но принципиально не ставят его на телефон, потому что оно будет воровать деньги. Или кто-то не из приложения туда проникнет и деньги украдет. Вот, и с этим вот, наверное, всем приходится бороться. Такая фобия такая, да? Ну да, мошенники же там все воруют у нас из телефона особенно. То есть я вот, я не специалист, я не могу им объяснить, что, наверное, это безопасно. Мой пример, то, что я много лет имею это на телефоне, и вроде ничего у меня не украли. Не потеряло, да? Да, не украли. Нет, не работает. Понятно. Должен, поясните, пожалуйста. Не, ну, это понятная история, на самом деле, и у меня с родителями было, по крайней мере, приблизительно так же. Но тут вопрос, как раз, правильно говорите, про доверие, про опыт использования, про удобство. В первую очередь, и как раз после того, как человека научишь пользоваться тем или иным приложением, к нему появляется доверие, уверенность, и человек начинает этим пользоваться. И что касается безопасности, ну, тут тоже, опять же, с любым человеком можно качественно отработать эту тему, в плане, что вся информация защищена, что если вы не совершаете каких-то ненужных действий, скажем так, неправильных действий, связанных с переходом на какие-то непонятные ссылки, да, что если вы не уверены, откуда эта ссылка пришла, я часто там сталкиваюсь, когда там друзья-знакомые в чате раз пришлют, о, смотри, какой прикол, там, ссылочка и так далее, а у нас уже в крови выработала наша внутренняя система безопасности, что, ну, если ты пройдешь по непонятной ссылке, тебе за это как минимум прилетит. Всякую ерунду не надо. Так нет, даже не ерунду, там вроде как звучит все красиво и здорово, там, вот скидка там большая и так далее. Ну, мы люди, как это, меркантильные зачастую на скидки ведемся, и вот здесь первое, о чем надо подумать, а что это за ссылка, зачем она, какие риски могут за этим последовать, из достоверного ли она источника. И поэтому вот я с родителями ровно так и работал, и, ну, на определенном этапе мне еще помогла история, ну, я взял, подарил им страховку банковской карты и сказал, ваши деньги на карте все застрахованы, пожалуйста. Если что-то случится, то не волнуйтесь. Вот, и поэтому всем рекомендую попробовать эту историю. А возвращаясь к пластику, ну, опять же, мы же там сейчас много внимания и в работе в том числе уделяем всему, что связано с экологией, и пластик так или иначе, ну, не очень экологичная история, и поэтому мы сейчас уже работаем, ну, давно достаточно уже внедрили цифровую карту, и ее можно изготовить быстро в приложении и пользоваться ею через несколько минут после того, как она будет изготовлена. Я пошла смотреть. Да, я вам после эфира обязательно покажу. Она бесплатная, удобная, и я везде пользуюсь телефоном. Я не помню, когда я последний раз держал в том числе пластиковую карту системы Globus, ну, потому что все в телефоне, удобно, а где-то даже уже не в телефоне, а там в часах. Да, следующий этап, как я уже сказал, это все, что связано с биометрическими данными. У нас есть уже проекты, где по отпечатку пальца можно оплатить товар и так далее. Уже совместно с рядом компанией мы внедряем биометрию по лицу. А вот мне неудобно лицом, мы же сейчас все в маске, ты приходишь на кассу, там приходится раздеваться, чтобы подтвердить свою честь. Нет, вы можете как бы пользоваться альтернативными историями, но так или иначе, но опять же, видите, если про маски говорить, что нам опять сейчас говорят о том, что если мы все качественно и вовремя пройдем вакцинацию, то, в принципе, к концу года от масочного режима по стране можно будет отказаться, и мы можем вернуться к удобству идентификации по лицу. А, кстати, я вот еще Ивана Власова хотел спросить. Михаил говорил, да, про безопасность, бонусы, да, черный рынок там и так далее. У вас насколько серьезное внимание безопасности системы уделяется? Ответим после рекламы. После рекламы, хорошо. Урбан. Программа о городских проектах. Возвращаемся в студию. Владимир у нас адресовал вопрос с IT-директором группы компании «Железная Ивана Власова». Повтори, пожалуйста, и... Насколько вы серьезное внимание безопасности уделяете? Можно ли вас взломать? Уж напрямую так спрошу. Есть ли такие попытки и ради чего вообще? И кому-то пощелкать отоплением там или шторами. Конечно, мы тоже, как и все коллеги, следим за безопасностью в первую очередь. Это важно для нас, потому что и наши клиенты безопасность своих продуктов, продуктов, которые они живут в квартире, ставят на первый план. То есть это видеонаблюдение, такие функции, там, проникновение в квартиру. Они стоят всегда у них на первом плане. Про поводу пощелкать, таких случаев не было в практике. Надеюсь, их и не будет. Но вообще-то любопытно, там, баловникам каким-нибудь, мне кажется, было бы. Понимаете, единственную информацию, которую... То есть в банке безопасность гораздо выше. Почему? Потому что можно воспользоваться непосредственно услугой чужой, да. Компании Globus безопасность также, она важна, так как можно непосредственно воспользоваться бонусами на каком-то черном рынке. Ну, тем самым украсть те благи, которые компании предоставили для конкретного клиента. У нас безопасность тоже высокая, но, возможно, мы неинтересны, менее интересны, так скажем, взломщикам, потому что они прямой выгоды финансово оттуда не понесут. Они могут заплатить за коммуналку, без вопросов, с нашего мобильного приложения. Владелец только благодарен. Владелец будет благодарен. Ну, соответственно, там, получить доступ к каким-то услугам и персональным данным в том числе. За этим мы боремся, такая же авторизация с помощью смс, она обязательно. Не, ну, просто сейчас, так скажем, эти темные силы, они же тоже на месте-то не стоят, и они все изыскивают новые-новые способы, как получить выгоду незаконную для себя. Возможно, они решат, что умный дом — это тоже их ниша, и начнут... Просто нужно быть к этому готовым, безусловно, и тоже действовать на несколько шагов вперед. А у меня вот племянник любит включать дистанционно дома пылесос этот вот робот, и смеяться, что, наверное, он там кого-то, кто дома сейчас, напугал этим действием. Интересно. Или, знаете, как там, подсоединяешься к блютусу, который у соседей, да, и включаешь что-нибудь там нехорошее. Я все время боюсь, что там мне кто-нибудь, да, включит, испортит просмотр фильма или еще что-нибудь. Нас ведь также и государство обязует, там, каналы безопасности, сервера держать на определенном уровне. Есть определенные классы защиты, ну, правила, которые диктуются. Мы не можем просто так взять компьютер, который лежит здесь на столе, и расположить в нем часть серверного кусочка, в котором будут храниться данные. Потому что этого не позволяет делать закон в том числе. Там есть эти проверяющие органы, которые за этим следят. Поэтому там наши серверы, к примеру, на текущий момент находятся на Яндексе, мы этого не скрываем, именно которые связаны с мобильным приложением. Это позволяет масштабироваться максимально быстро, там, увеличивать ресурсы в зависимости от того, как нагружается, появляется новая аудитория, количество пользователей. Вот, и соблюдать определенные стандарты безопасности, которые необходимы для сохранения данных. Вот. У нас буквально остается пять минут, да, я правильно понимаю? Да. Завершаем, как обычно, планами, мечтами, да, к чему пойдем дальше? А я бы спросила, для Кирова какого нет еще классного приложения, а вот хотелось бы, чего вам не хватает? Ну, тут можно и на себя тоже обратить внимание. Вот мы сделаем это приложение, пожалуйста. Я вот когда работала над программой, мне так не хватало какого-нибудь диктофона, который бы четко распознавал мою речь, чтобы я, там, вместо того, чтобы писать мысли на бумажке, просто ходила их, говорила по дому. А потом бы оно у меня все трансформировалось. Наверняка такое есть, но вот там те распознаватели речи, которые сейчас есть, они какие-то, ну, не очень супер. Давайте вот так вот, Артем, вот лично вам, как человеку, да, чего не хватает, возможно, и что касается продуктов Сбербанк, что в дальнейшем ожидать? Ну, я вскользь уже, пока мы общались, упомянул, то есть я очень рассчитываю, что у нас хорошее развитие получат голосовые как раз ассистенты, да, которые у нас появились в конце прошлого года. Сейчас с помощью голосовых ассистентов можно сделать, ну, небольшой перечень банковских операций, это переводы элементарные, да, но так или иначе я рассчитываю, что этот функционал будет очень-очень сильно расширяться. И, опять же, это будет позволять как раз вот экономить время, не заходить в приложение, а голосом, там, умному девайсу, ну, который вот сейчас у нас, это пока только Сберпортал, это колонка с экраном. Вот, следующий этап, это все-таки просто колонки, которые тоже будут дешевле и мобильнее, скажем так. А еще вот с точки зрения Сбера, я вообще очень жду, что у нас в Киров, в Кировской области еще зайдет сервис Самокат, это сервис, который позволяет заказать продукты, о которых вот сегодня уже там тоже упоминали, то есть у нас есть сервис Сбермаркет, но там продукты доставляют в течение, там, часа-двух, Самокат доставляет продукты в течение 15 минут. То есть, я думаю, это только повысит удобство. Из любой торговой точки доставляют? Нет, там есть, нет, там вопрос же не в точке, а вопрос в продуктах, которые вы можете заказать, да. Перечень продуктов очень широкий, у нас там есть ряд партнеров, с которыми мы на эту тему работаем. То есть, такой-то продукт, такого-то производителя, да, хочу, чтобы он был. Да, ну, как это, вот так вы сходите там, условно, в магазин какой-то продуктовый, да, и потратите на это время, а так вы в приложении те же продукты просто протыкаете и переведет их, да, курьер. Михаил Скороховатов. Еще раз повторите вопрос. Мы по поводу перспектив, чего лично вам, возможно, не хватает, какого мобильного приложения. Ну и что касается системы Globus. Вы там уже говорили в первой части нашей передачи, к чему вы идете, стремитесь, но так, чтобы и тайны не раскрывать, но и от ответа не уйти. На моем телефоне уже стоит новая версия приложения, которую я немного анонсировал, вот, понятное дело, что в новой версии оно будет еще более безопасное, как бы, я уже об этом говорил. В том числе с учетом отзывов наших покупателей мы учли еще один некий момент, что в большинстве случаев, да, то есть у нас раньше в одном домохозяйстве было две карты. Муж и жена. Да, муж и жена, то есть и вот этот перевод бонусов мы для этой цели делали. В новой версии приложения у нас к одному личному кабинету можно будет привязать два смартфона, то есть вы будете входить, как бы, то есть после того, как авторизация прошла, с разных девайсов у вас будут общие личные кабинеты, одна карта, что, по сути, вопрос упростит, значит, процедуру, как бы, вот этих вот. Перекидывать баллы не придется. Да, 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 взаимоотношения по приложению. Вот, это важная функция, то есть, как я говорил, что у нас, еще раз повторюсь, будет более качественная обратная связь, вот, все сообщения в режиме реального времени будут подтверждаться звуковым сообщением. И соответствующим аббревиатурой, что нужно прочитать сообщение, это позволять будет в режиме, значит, интерактивной обратной связи решать вопросы. Значит, в перспективе мы хотим, значит, поставить голосовые помощники на приложение дополнительно. И у нас еще такая функция рассматривается, как чат-бот. Чат-бот позволяет получать обратную связь в режиме реального времени, вот, как раз по банковской сфере они работают достаточно активно. Вот, мы хотим точно так же сделать в нашем направлении в мобильном приложении чат-бот, когда можно будет отвечать на, получать ответы, вернее, на актуальные вопросы в режиме реального времени быстро, не дожидаясь там ответа оператора, поскольку некоторые там вопросы, которые мы видим, они носят массовый характер, да, как бы, как воспользоваться бонусами. То есть, и как бы чат-бот уже отвечает сразу же, а где я могу потратить, а сколько номинал бонуса. И эти ответы, чтобы формировались в режиме реального времени здесь и сейчас, и это позволяет более оперативный ответ получать и разгружать, так скажем, службу нашего колл-центра. Михаил, а вам в городе вот чего не хватает? Вот, если говорить про город, то, я бы видел некий такой сервис, в котором можно было бы сделать заявку на получение конкретной услуги. Вот хочу, допустим, я там приобрести автомобиль. Я делаю заявку по таким-то параметрам, и мне как бы предоставляется предложение. Сбиравтор тут. Нет, один ресурс. Один. Один ресурс, который объединяет множество ресурсов. Хочу я купить книгу, допустим, или на какое-то вино там, допустим, да. То есть я забиваю. Не в 15 приложений заходите. Да, да, забиваю в одном приложении по определенным параметрам, как бы, и получаю уже там из всей массы вот этих вот сервисов, как бы, конкретно под мои параметры, там, ну, товары определенные, предложения. Вот это было бы замечательно с точки зрения, как бы, ресурса. Это просто тоже какая-то скатерть-самобранка у нас в телефоне, да, должна быть. Нет, есть же понятие, так называемые супер-эппы, да, которые объединяют в себе вот этот весь функционал. Ну, в принципе, я думаю, тут тоже как это, не за горами вот то время, когда такая история будет. На нашем веку увидим. Обязательно. Иван Власов, вам, собственно, финальную точку уже ставить, да, время наше подходит завершение. Давайте, чего вам не хватает? Если говорить про город, в целом не хватает интеграции всех этих решений, которые решают в одну или другую проблему. То есть, к примеру, если взять коллектив, который здесь сидит, мы могли бы более плотно начать интегрироваться, к примеру, со Сбербанком, начиная с каких-то общих решений в 3D-проектировании, получения там инвестиций, заканчивая с глобусом, когда уже продукт готов приводить, ну, там, делать заказы пиццы, в том числе через наше мобильное приложение. Потому что, там, возможно, так людям будет удобней. То есть, опять же, речь идет о какой-то коллаборации. Да, коллаборации, интеграции. Да, тем самым делом мир без границ. Если про ближайшее будущее, то я вижу, что очень сильно шагнули в период пандемии технологии с Face ID. Это просто такой невероятный скачок, которого раньше не было. В странах, в соседних уже используют Face ID, к примеру, для оплаты. Когда человек просто приходит в магазин, складывает в корзинку товар и уходит, у него списываются деньги с карты. Я думаю, что к нам это придет тоже в ближайшее время. Ну, и, конечно же, с помощью видеоаналитики повысится контроль качества непосредственно, там, выпуска самой продукции. Ну, это позволит сокращать время, в том числе. Ну, и, как Артем отметил, все-таки мы будем уходить от текстового набора каких-то предложений обратно в голос, как это было и ранее, когда мы просто общались с вами. При этом мобильные приложения, которые будут находиться, обязательно будут все фиксировать и какие-то задачи ставить, пытаться нам тем самым помочь. Вот, наверное... Ну, основные моменты, да, озвучили. На этом завершаем передачу. Благодарим наших гостей, управляющих Кировским отделением Сбербанка Артем Пищек, IT-директор группы компании «Железный Иван Власов», Михаил Скорохватов, руководитель по технической разработке проекта «Бонусная программа системы Глобус». Спасибо, удачи всем в работе. Спасибо вам. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Мобильные приложения «Мажордом», «Сбербанк онлайн» и «Домклик», возрастное ограничение 6+. Мобильные приложения «Система Глобус», возрастное ограничение 12+.